Давай проверим, правда меняется это или нет. Просто не могу остановиться, ребята. Ой, похоже он умер. Пусть и мусорный пакет ему будет пухом. Это слайма чума, сейчас все заразятся. Я не думала я про какашки. Похож на сопельки. Юмичу, смотрите. Козявочки. Юми. У тебя что-то белое на носу. Козявка. Как водопад. Юмичу бы сказала другое слово. Как сопли. Нет, Юмичу, ты это не произнесешь. Цвет молочного шоколада. А ты что думаешь, киса Алиса? На какашку похоже. Привет, ты на канале Мэджик Пэтс. Я по тимону мячу. А я Эйвон и это моя любимка Миша. Миша лайк. А я Софи, привет. А я киса Алиса. Ставь, скажи лайк, вот там внизу палец вверх. И подписывайся на канал, а то я тебя съем. Вот там внизу, да, но ты не бойся, киса Алиса тебе не съест. А мэджик лайк все равно ставь. И комментарии волшебные свои пиши. Потому что случайные вот тут везде в видео появляются. А мы такое придумали, такое придумали. А где мне, где мне залезть? Миш, ну залезь уже. Да, вот, мы такое придумали. Так, ребят, привет. Ну и что вы там опять придумали? Короче, Аня, видела, сколько у нас сезонов? Миллион. Юмичу, дай я расскажу, это я придумала. Что, Софи, что ты зрёшь? Это моя идея. Так, девочки, не ругайтесь. Ладно, но это я, я, я придумала. Ступай детям. Ой, Юмичу, вечером ты на это давишь. Может уже скажите, что опять придумали? Короче, мы придумали? Ну, я скажу. Ну, мы будем делать арт из тысячи слаймов. Делать что? Короче, просто слушайся нас и выполняй команды. Что? Аня, у тебя есть свой канал? Ну да. И ещё наш общий канал. Правильно. А этот чей канал? Ваш. Так, в чём проблемы? Ладно. Вот и договорились. Да уж, у вас тут очень-очень много слаймов. Просто нереально, сколько их тут. Вы вообще считали? Нет. А зачем? Ой, как обычно, я участвую в каком-то безумии. Ребята, вы просили найти большой пластиковый контейнер. Я нашла, вот он. Это гигантская полная коробка сквиши. Пальцем вообще-то показывать некрасиво. Сквиши в другой раз. У нас слишком много слаймов. И их надо уничтожить. А кое-кто, между прочим, проспал всю распаковку. И кто же этот кое-кто? Этот кое-кто, ты. Погодите, может быть, ребята ещё не знают про распаковку. Откуда у нас столько слаймов и сквиши? Ну, Аня же их не показывала в распаковке. На канале Magic Family сегодня тоже вышла видео распаковка. Миша, мы вообще-то об этом и говорим. Да. Ага, класс. Целый автобус от 19 гигантских коробок с подарками. Если ты ещё не видел, то ты всё в этой жизни пропустил. Да уж, там столько было подарков. Мы целый день их распаковывали. Чего там только не было. Короче, потом сходишь и посмотришь. А то обижусь и съем тебя. Да уж, наш кота-монстр может съесть что угодно, если очень хочет кушать. Ладно, ребят, короче, я взяла первый попавшийся самый маленький лизун. А тут, а тут такое... Кажется, это не лизун, а слизь. И кажется, в ней очень много воды и она испорчена. Потому что она просто практически вылилась вся на пол. Вот блин, свяжешься с вами... И обязательно что-нибудь пойдёт не так, да? Да уж, короче, от него ничего не осталось. Сейчас пол вытру. Ань, ты тут давай освободи немножко места. Ой, какие же вы командиры, ладно, а зачем? И поставь туда контейнер, который мы приготовили. А, понятно, хорошо, будет сделано, мои капитаны. Да, чтобы ты тут не особо нам свинячила. Чего? Как открыть эту дурацкую пачку с молоком? Киса, Алиса, тебе лишь бы что-нибудь своровать. Это же не пачка с молоком, это сквиши. И сыр украла, и пироженку дай сюда. Сквиши, крыши, коши, мыши. А ты, да, ну да. Слушайте давай, что питомцы говорят. Будете мне грубить, не буду вам помогать. Хватит болтать. Погнали. Эй, 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 Алис, аккуратней, ты так камеру сломаешь. Короче, вот ещё один самый маленький слайм розового цвета. Да, он нам подходит. Подходит для чего? Скоро всё узнаешь. Так, смотрите, ещё один небольшой слайм космический. Он чёрного цвета с серебряными блёстками. Сейчас вытащу его. По-моему, он тоже нормальный. Да, отлично, пожамкай там его, чтобы убедиться, что он у нас здоровый. Ну, вроде бы здоровый. Тянется прикольно, и там так блёстки переливаются классно. Смотрите, как он растягивается, практически прозрачный становится. Ань, достаточно, у нас всё много впереди. Хорошо, хорошо. Алис, слушай, а почему ты так странно дёргаешь хвостом? Ты там не с Квиши опять воровать собралась? Ты давай своим делом занимайся. Ой-ой-ой, мне кажется, этот товарищ у нас точно болен. Доктор Юмичу, что скажете? Да, похож на сопли. Точнее, на козявки. А соплики туда текут. Юмичу, да что ж такое? Ну, мы же с тобой миллион раз договаривались не говорить эти словечки свои. Бе. Так, а теперь нам точно нужна большая плоская тарелка. Короче, любая плоская штука. Да, чтобы сделать слайм-арт. Хорошо, поняла. Пойду поищу что-нибудь. Можно пока пойти пакет молока сваривать обратно? Я плоскую емкость не нашла, но у меня есть вот такой подпопник для катания с горки зимой. Ладно, сойдет, клади туда пока что здоровые слаймы. Смотрите, а на этом лизуне написано, что он меняет цвет. Давайте посмотрим. Внутри он розовый и вроде бы здоровый, да? Да, он здоровый, но давай проверим, правда меняет цвет или нет. А что для этого нужно? По-моему, надо водой его помочить. А может быть, его достаточно просто пожамкать? А сколько жамкать, чтобы он цвет поменял? Ты пожамкай, а мы увидим. А, да, но так может весь день пройти, я буду тут сидеть и жамкать его. Ань, просто делай, что мы тебе говорим. Видишь, он уже начинает потихоньку менять цвет. Точно, слушайте, он был сначала ярко-розовый, а постепенно становится полупрозрачный. Я бы даже сказала перламутровый. Круто, Ань, а теперь клади его на наш подпопник со всеми. Его диагноз здоров. Давайте здесь что-нибудь покрупнее возьмем. Вот такой вот голубой, но, по-моему, в нем еще сиреневые блестки. Давай, открывай. Ох, какой красивый, глянцевый. Доставай, сейчас проверим, здоровый ли он. По-моему, точно здоровый, к рукам не прилипает, тянется, на кусочки не разваливается, ничего из него не течет. А ты давай его пожамкай, пожамкай. Да я жамкаю, жамкаю, смотрите, как он классно тянется, прикольный. А блесточки снова распространились по всему лизуну, и он еще и блестит. Очень красивый цвет. Давай, ложи его на наш подпопник. Не ложи, Юмичу, а положи или клади. Ой, ну ладно. Ладно, шоколадно, русский нужно учить. Ань, давай вот этого глазастого-полосатого. А почему это он глазастый? Ань, ты что, глаз не видишь? А, ну теперь вижу. Покажи-ка, открывай. А, полосатый он, потому что он уложен так, что у него полосочки. Ань. Ладно, ладно, я поняла, открываю. Эээ, ребят, это не совсем слайм. Ну, в смысле, в нем очень большое количество маленьких пенопластовых шариков. Я попробую его вытащить, но, по-моему, он больше подходит под категорию антистрессов. Это тоже слайм считается, но, по-моему, он нездоров. Да, слишком много в него шариков положили. А может быть, он просто довольно долго лежал, сейчас попробуем его замешать. Слишком сильно прилипает к рукам, шарики вываливаются. Он болен, ему потребуется лечение. На подпопник его не кладем, открываем следующий глазастик. И этот глазастик, по-моему, тоже, ребят, испортился. Блин, у него был мой любимый цвет, розовый. Сейчас, Софи, я попробую его достать, конечно. Нет, не получится, он слишком прилипучий, слишком жидкий. Блин, у меня все руки в нем. Так, мне надо помыть их, сейчас вернусь. У нас еще так много слаймов впереди. Да, надо бы поторопиться. Так, я вернулась, давайте проверим вот этот лизун. Он в специальной баночке, на которой написано лизун. Похоже, что он черного цвета, а может быть и нет. Я бы сказала, он графитового цвета. На ощупь очень прикольный, немножко резиновый. Тащи его уже. Так, так, эй, фух, вытащила. Кажется, у него на дне кое-что есть, чтобы издавать звуки. Бисер. И кажется, именно он помогает лизунчику так хрустеть, слушайте. Ну, что скажете, дорогие врачи-лизунисты? По-моему, он в порядке. Крепкий парнишка. Думаете, он парнишка? Эээ, давайте только не будем слаймом давать пол. Ладно, ну, короче, он очень классно тянется. Ничего от него не отваливается. И он издает очень классные звуки. Я, если честно, просто не могу остановиться, ребята. Я хочу жамкать и жамкать его. А может, хватит уже? Эх, ладно, все. Клади его на наш подпопник. Окей. Самое время начать. А что начать? Начать наш арт. А-а-а. Да. И что делать? Для начала переложи наш голубой лизун в серединку. Он жидкий, он расплывется. Темно-серый положи над ним повыше. А маленький распредели пока что вокруг. Так. Да, отлично. Осталось только подождать. Беру случайную баночку. Тут, кажется, на дне красненький лизунчик. Маленький. И как он там? Ну, вроде нормальный. Здоровый, как вы говорите. Тянется. Упс, дырочка. Вроде все ок. Это жвачка для рук. Но нам он подходит. Отлично. И что мне с ним сделать? На подпопник. Сюда нормально? Прекрасно. Едем дальше. Дальше я взяла стеклянную баночку вот эту. А в ней снова голубой слайм. А по-моему он бледно-синий. Ты что, цвета не различаешь? Различаю я цвета. Ну, бледно-синий так бледно-синий. Вообще буду молчать. Ладно, не обижайся. Лучше давай проверяй. Я проверяю. Я и так делаю все, что вы скажете. Ой, ну хватит ныне. Если бы у нас были руки, а не лапы, мы бы сами их замкали. Ладно, ладно, Юмичу, ну не дуйся. Вроде слайм нормальный. Если он здоровый, кладем его на наш подпопничек. В нем, кстати, изредка попадаются маленькие блесточки. Клади-ка ему в серединку нашего голубого. А, вы уверены? Да, вот увидишь. Бери-ка желтокрыза. Его и взяла, не поверишь. И что там? Там. Ооо. Кажется, там у нас слайм инвалид. Да, он походу очень болен. Ему просто реанимация нужна. Он выглядит просто как кусок мыла. А в нем бисер был блестящий. И цвет у него был довольно прикольный. Но для нашего арта он не подходит. И что с ним теперь делать? Похоже, этот парень безнадежен. Но не сегодня точно. Может, мальчики знают, как это исправить? Напишут в комментах. Ладно, посмотрим, что у нас в этой баночке. Неужели еще один безнадежный больной? А, по-моему, он не совсем безнадежен. Похоже, что в нем, кроме бисера, еще и кинетический песок. И из-за этого он слишком рассыпчатый и рвется на кусочки. Да, не тянется, а рвется. Как антистресс он ничего. Но как слайм он болен наполовину. А нам нужны только здоровые ребята. Как скажете. Ань, а давай еще глазастика. Ну, давайте посмотрим, что у этого ниндзи внутри. Сразу видно, что он не новорожденный. Да, похоже старичок. Но цвет у него очень классный. Розовый, да? Или я опять ошибаюсь? А вот он-то как раз, Ань, это перламутровый. Понятно. И внутри у него, знаете что? Пайетки. Из-за этого он очень прикольный на ощупь. Покажи-ка, серьезно? Да, смотри, Кисалис. А главное, слушай. Неужели это он из-за пайеток так хрустит? Используем его в вашей космической картине? Да, подожди пока. Давайте откроем все слаймы моего цвета. Голубые. А что это? Ой, все, Юмичу. Ну, давайте сделаем его, ну приятно. Ну, ладно, только не дуйся. Как старик. Да, давайте, а что? Ну, как скажете, здесь все зависит только от вас. Вот, например, голубой, ой. Ой, голубой. Больше похоже на пенку. Да, этот дружок болен. Интересно, а это излечимо? Эта голубая штука больше похожа на какой-то крем, чем на лизуна. Может его блендером пытались сбить? Или он таким родился? Ладно, решайте, что делать? Ну, конечно же, мы его не берем в нашу космическую мэджик-картину. Ладно, как скажете. Ой, какой же он прилипучий. Для арта не хватает здоровых слаймов. Так, мне кажется, тут виднеются голубые блестки. Ой. Фу. Эм, нет, я, пожалуй, даже это трогать не буду. Какой-то очень странный запах. И цвет, и какие-то пятна. Что с ним? Это даже не больной. Ой, похоже, он умер. Похоже, это мертвый слайм. Пусть и мусорный пакет ему будет пухом. Это слайма чума. Сейчас все заразятся. Выбрасывай его скорей. Да, похоже, тот слайм сильно приболел. Ну что? Вот еще синенькие. Так, синенькие или голубенькие, а? У кого тут проблемы с цветами? Ой, и правда синенькие. И похоже, что там краска. Настоящая гуашь. Ну, или акварель. В общем, да, похоже, слайм покрашен. И он очень-очень жидкий. Он тоже явно болен, ребята. Ну-ка, вытащи-ка его. Я же все руки испачкаю. Ну ладно, все ради вас. Нездоров. Его в палату к больным нам он не подходит. Ой-ой-ой, прилипает. Да, пойду руки мыть. Так, Аня ушла. Где ты, моя пачка молочка? Крикните мне, когда будет идти обратно. Алиса, Аня уже тут. Киса Алиса. Что, я так просто тут лежу, проверяю. Как тут наша слайм-картина поживает. Находясь под ней. А я-то что, я-то что, я тут ни при чем вообще. Да просто сижу, что пристали. Я потом молочко-то проверю, Киса Алис. Да пожалуйста. Смотрите, какая большая коробка, ребята. И кажется, там очень смешной слайм. А почему это он смешной, Юмичу? Он скорее очень большой. Потому что он коричневый. Ну-ка, ну-ка, Ань, попробуй-ка его вытянуть. Может быть он здоровый? Сейчас проверим. Между прочим, Юмичу, коричневый цвет, еще может быть цвет молочного шоколада. А не обязательно того, про что ты опять подумала. А про что ты думаешь, я подумала. А подумала ты про слово на букву К, как всегда. Про как всегда? Нет. И не думала я про какашки. Вот-вот. Ну что, кладем его сюда? Ой, чуть не уронила наш поднос. Подпопник. Да, я думаю, он нам картину не испортит. Погнали дальше! Уже гоню. Это сиреневый слайм с кинетическим песком. Можно ли считать его здоровым для вашего этого суперарта? Мы делаем космический мэджик арт слайм. Какое сложное название. Эм, да, потому что мэджики это космос. Так, слайм с кинетическим песком нам подходит или нет? А не тупи, надо проверить его на здоровье. Хорошо, вот смотрите как он тянется. Он достаточно влажный. Я не знаю, что вам еще нужно от него. Смотрите как он тянется, прям как жевательная резинка. Мне нравится. И мне тоже, Мишаня. Он нам подходит. Ну что, кисалиса? Я охраняю наше творчество. Клади его в кралишку. Хорошо, вот так нормально? Сойдет. Что-то мы давно не открывали малышей. Смотрите, какой маленький. Но кажется совсем не удаленький. Да, похоже, что он болеет, как вы выражаетесь. И похож, похож на сопельки. Юмичу, опять? Вот этот бери. Я послушно исполняю ваши указания. Давайте посмотрим, что у нас тут. Кажется, он черный. Во-первых, он не черный, а темно-темно-фиолетовый. Во-вторых, в нем слишком гигантские пенопластины. И из-за этого он не очень хорошо тянется. Да, может быть, тянется-то он и нормально, только пенопластины из него вываливаются. Как горох просто. Смотрите. Козявочки. Юми. Горох не берем, давай снежок проверим. Эм, ребята, вы уверены, что это вообще слайм? Мне кажется, это, ну как их называют, пластилин или что это? Штука, конечно, прикольная, но для нашего космарта не подходит. Едем дальше. Ой, я не могу, Эйван. Что такое? У тебя что-то белое на носу. Козявка. Юмичу, козявки не бывают белыми. Уже вроде взрослая, до сих пор как ребенок. Тут написано, что это слайм для Эйвана, бро. Открой-ка его. Там какая-то жидкость. Ты его вронила. Все, 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 Юмичу, спокойно, я его достала, сейчас проверим. Ань, а ты попробуй-ка его хорошенько размешать. Да, бывает такое, что у пациента было немножко лишней жидкости, а в целом он в порядке. Хорошо, буду делать все, как скажете. Вы же тут врачи. Лизун-оцелители. Слушайте, ребят, но вы были правы, и лизун действительно в порядке. Клади-ка его с краешку. Так, тук-тук, вам еще один пациент белого цвета. Ань, ну вот опять ты, это же бледно-голубой. Ой, ладно, хорошо, бледно-голубой, пастельный. Цвета осеннего неба. Короче, по-моему, он в норме. Клади его прямо по центру в коричневый. Картина ваша, как хотите. Смотрите, какой в этой маленькой коробочке миниатюрненький зелененький слаймик. Еще и перламутровый, блестященький. И если честно, по ощущениям он очень необычный. Он вот как разжеванная жевательная резинка. Очень воздушный, легкий и при этом супер тянучий. Посмотрите, его можно растягивать прямо в пленочку. Классный, мне нравится. Он даже от моих ногтей не лопается, видите? Ну, почти. И такой маленький. Правда, от него руки как будто жирные, как будто в сливочном масле. Попробуй размазать его в центр фиолетовенького. Так, ну что ж, у нас тут кое-кто покрупнее. Бледно-голубой. Цвета осеннего неба и так далее. Он что-то ломается как-то. Но что скажете, целители, в целом он здоров? Можно его в вашу, в ваш супер арт или как? Да, берем. Клади его справа в пустое место. Интересно получается. Кажется, что-то новенькое. Да, что-то давно не было прозрачных слаймов. И цветов у нас таких что-то в последнее время не было. Там такие звездочки внутри, прикольно. По-моему, я уже начинаю понимать, какие... А? Чем это от тебя пахнет? От тебя? От меня ничем, а от тебя какой-то едой. Нет, кисалис, ты чего? Я не ворвала вкусняшку. Все с тобой понятно. Ладно, я тебя не выдам. О чем вы там? Не-не-не, ни о чем. Хороший лизун, давай его сюда. Клади его вот в эти голубенькие посерединки. А как насчет вот этого вот милого, маленького, розовенького лизунчика? Смотри, Софиш, это же твой цвет. Да, красивенький, неплохой. Ну что, берете его? Здоровый пациент, берем. Подпопник. А знаешь что, погоди-ка. Арт, давай-ка вот сюда, в правый фиолетовый край. Хорошо. Да, я гений. А здесь есть тоже розовый слайм, но только очень большой. Какие ставки у вас, здоровый или больной? Судя по его внешнему виду, он здоров. И он нам подойдет. Какой красивый цвет. Алис, как ты считаешь? Эть, аккуратнее. Не тычь меня лизунам. Ладно, прости. Клади его внутрь фиолетового. А вот тот масляный и зеленый все-таки убирай. Как скажете, мои творцы. И перламутровый с пайетками тоже. А его-то за что? Они не размазываются. Смотри, Юмичу, какая размазня. Нет, этот вообще как водопад. Да, Сапи? Юмичу бы сказала другое слово, но да. А какое слово? Как сопли. Юми. Ой, смотрите, еще один прозрачный лизунчик. Тоже какая-то. Нет, Юмичу, он оранжевый. Или немножко коричневый. И если Юмичу рассуждать, как рассуждаешь ты, то все лизуны, слаймы и так далее похожи на то, что ты так любишь произносить. На сопли? Так, все, хватит. Короче, решайте, здоров он или нет. Подходит он вам? Идеально. Пустое место его положи. Смотрите, какой черный слайм с кинетическим песком и блестками. По-моему, там слишком много кинетического песка. И он из-за этого совсем не тянется. Это значит, что он нездоров, да? Слайм доктора не одобряет. Ой-ой-ой, какие мы важные. Смотрите, какую баночку я нашла. Там что-то жидкое опять. Ииии... Теперь-то я знаю, что этот лизун нормальный. Только цвет у него. Нет, Юмичу, ты это не произнесешь. Цвет молочного шоколада. Да, ты абсолютно права. И выглядит он, как растаявший молочный шоколад. Да, Покемон? Да уж, именно так. А ты что думаешь, киса Алиса? На какашку похожа. И ты туда же, ну Алиса. Софи? Э, пахнет, конечно, вкусно, но нам он по цвету как-то не очень подходит. Ну ладно. У нас осталось еще очень много саймов. В том числе необычных и новеньких. Самых разных. Так что продолжение нашего арт-проекта будет в следующем видео. А еще там будут эти... Самые разные антистрессы. Не только лизуны. Да, сейчас побежали смотреть мега распаковку на нашем канале Magic Family. Потому что там еще конкурс. Подписывайся на наш инстаграм. И на наш канал. А я пойду молочко сварую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!